Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 23 октября вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Маслозаводы столкнулись с дефицитом семечки. Правительство пообещало ввести продуманные меры против роста ценноудобрения и продовольствия. Рейдовую перевалку зерна могут обложить экологическим сбором. Эти и другие новости далее в выпуске. Главной темой недели стали цены на минеральные удобрения. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал правительство принять экстренные меры против роста цен, предупредив, что последствия могут быть плачевными. Глава региона заметил, что с начала октября селитра подорожала на 6 тысяч рублей до 27,5 тысяч рублей, по данным Краевого Минсельхоза. Если не принять экстренных мер в виде заградительных пошлин на вывоз минеральных удобрений, то неизбежен рост цен в целом на всю сельскохозяйственную продукцию, которая выращивается и производится в Краснодарском крае, сказал Вениамин Кондратьев. Обратил внимание на эту проблему и замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов. На заседании Госдумы по бюджету и налогам он отметил, что на зимой сев удобрения есть, а вот яровой уже под вопросом. И дело не только в цене, но и в количестве удобрений, которые есть на рынке. Аграрии Юга России, которые уже вовсю готовятся к весне, жалуются, что найти азотные удобрения очень сложно. Минсельхоз России такое положение дел тоже беспокоит. Ведомство отмечает, что экспорт удобрений вырос на треть. Если в прошлом году с января по август за рубеж было отгружено 18 миллионов тонн, то в этом году 24 миллиона. Издание Коммерсант отметило, что к середине октября на мировом рынке минеральных удобрений сложилась аномальная ситуация, когда азотные удобрения стали стоить дороже фосфорных, хотя в норме они примерно в полтора-два раза дешевле. Причина в энергетическом кризисе, охватившем Европу. В Российской ассоциации производителей удобрений проблему по-прежнему отрицают. РАПО отвечает, что потребность в удобрениях составляет 4,5 миллиона тонн в действующем веществе, и эта потребность обеспечивается по графику. Дефицита нет и не предвидится. В РАПО полагают, что обсуждение в середине октября гипотетического дефицита аммиачной селитры весной следующего года абсолютно беспочвенно и может лишь спровоцировать ненужный ажиотаж вокруг азотных удобрений. Кроме того, производители удобрений заявляют, что государственное регулирование, которому призывают аграрии, может поставить жирный крест на развитие отрасли. Как бы то ни было, волна обсуждения докатилась до самого верха. На днях зампред правительства Александр Новак предупредил президента Владимира Путина, что газовый кризис Европы ударит и по нашему продовольствию. Новак отметил, что с начала года цены на газ в Евросоюзе выросли в 3,5 раза, остановлено порядка 40-50% мощности, которые производили аммиачную селитру. Это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в 2 раза. Владимир Путин ответил, что в этой ситуации у наших производителей удобрений возникает соблазн реализовать все по высоким ценам и поручил правительству разработать комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших аграриев и, соответственно, сдержали бы рост цен на продовольствие. Обратившись к премьеру Михаилу Мишостину, Путин подчеркнул, что это должны быть не алармистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные меры. Второй по значимости темой недели стали коронавирусные ограничения. Мы возвращаемся к тому, с чего и начались наши обзоры новостей, к режиму добровольного карантина. Правда, на новом витке истории ограничения будут не такими жесткими, как весной 2020 года. Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Однако о всеобщей самоизоляции речи не идет. Транспортное сообщение между регионами не будет ограничено. Правда, Ростовская область вводит новое правило. Граждане, покинувшие регионы и отсутствовавшие более 72 часов, по возвращению должны сдать ПЦР-тест. Это требование не распространяется на тех, кто вакцинировался, переболел коронавирусом и имеет тому документальное подтверждение, а также прибыл в Донской регион в командировку. В Ростовской области также приостанавливается работа детских игровых площадок, детских развлекательных центров. Посещение общепита, театров, кино, музеев, домов культуры, бассейнов, аквапарков будет возможным лишь с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию. QR-код потребуется и на Кубани при посещении массовых спортивных и культурных мероприятий. Это требование будет действовать до 1 декабря. С 30 октября по 7 ноября вообще массовые мероприятия в Краснодарском крае будут запрещены. Аграриев волнуется, состоится ли выставка Юг Агра в Краснодаре 23-26 ноября и придется ли предъявлять QR-код, чтобы на нее попасть. В оргкомитете нам ответили, что требования проверять QR-код организаторам не объявили. Пока обязательными являются только маска, перчатки и социальная дистанция. Мы надеемся, что выставка состоится, вы сможете на нее попасть и посетите круглые столы, которые мы на этой выставке проведем. 23 ноября. Как повысить прибыль из гектара озимых и 25 ноября. Точное земледелие. Какие инструменты реально работают. Подробности, как всегда, в описании к этому видео. Переработчики подсолнечника пожаловались Минсельхозу на сложности с закупкой сырья. Они указывают, что сельхозпроизводители придерживают продажи, запасы семечки у маслозаводов снижаются и цены на подсолнечник растут. По словам главы Масложирового союза Михаила Мальцева, сельхозпроизводители выпускают на рынок небольшие партии семечки, так что переработка обеспечивается сырьем буквально с колес. Стоимость партии уже превышает 38 тысяч рублей за тонну, а после объявления режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября цена предложения на семечку превысила 40 тысяч рублей за тонну. Для переработчиков это означает отрицательную рентабельность и они будут вынуждены поднять цену на масло. Минсельхоз в ответ грозит поднять экспортную пошлину на масло. Замглавы Минсельхоза Оксана Лот попросила, чтобы региональные Минсельхозы объяснили аграриям, что ждать ничего нет смысла, так как пошлина на экспорт подсолнечника отменена не будет, пока внутреннюю переработку не загрузят на все 100%. Не утихают разговоры о том, что зерно это опасный продукт, перевалку которого на рейде надо запретить. Минтранс вернулся к идее ввести экологический сбор за перевалку загрязняющих природу веществ судно на судно за пределами портов. В перечень опасных для экологии грузов вошли нефтепродукты, а также рыба, мучная и зерновая пыль. Список Минтранс составлял совместно с Минприродой и Росприроднадзором. Минсельхоз возмущен и требует, чтобы нормы законопроекта о рейдовом сборе не распространялись на сельскохозяйственную продукцию. По данным Министерства, на рейде ежегодно переваливается порядка 10 миллионов тонн зерна, что составляет около четверти от общего объема экспорта зерновых грузов. Экологический сбор или вовсе запрет на рейдовую перевалку зерна увеличит нагрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт и приведет к удорожанию логистики. В мае уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что рост расходов на логистику ляжет на плечи сельскохозяйственных производителей. И это не очень хорошо в условиях, когда инвестиции в отрасль сокращаются. Как бы то ни было, пока Госдума в первом чтении приняла закон, ограничивающий рейдовую перевалку. Список запрещенных к перевалке грузов будет определен отдельным постановлением. Производители колбас и сосисок намерены поднять цену на свою продукцию, пишет газета «Известия». Более 10 крупнейших мясопереработчиков, в том числе Мираторг, Останкино, Дымов, Клинский, уведомили торговые сети, что в конце октября-начале ноября повысят цены на 7-20%. Корректировка связана с удорожанием в первую очередь сырья для колбас и сосисок. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, за год курятина подорожала на 50%, свинина на четверть, говядина на 20%. Рост цен на мясо связан с сокращением предложения. Свиноводство подкосили вспышки АЧС, птицеводство, гриб птиц и, конечно, растут расходы в целом на содержание всех видов животных. В Минсельхозе известием ответили, что сдержать цены на мясо поможет господдержка. Напомню, что правительство выделило 10 миллиардов рублей на субсидии для приобретения кормов. Ритейлеры ситуацию не комментируют. Правительство России собирается ужесточить правила оборота антибиотиков в животноводстве. В Госдуму внесен законопроект, который запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при отсутствии требования или рецепта. Добавлять в корма антибиотики разрешат исключительно лицам, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность. Законопроект также расширяет полномочия Россельхознадзора. Ведомство получит право утверждать перечень лекарственных средств в ветеринарии, также разрабатывать порядок их оформления, учета и хранения. В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. Комитет по охране здоровья документ уже поддержал. Напомню, в конце сентября Минсельхоз России предложил разработать систему прослеживаемости применения антибиотиков в лечении сельскохозяйственных животных на базе действующих информационных систем, которые курирует Россельхознадзор. Мы не будем отступать от традиций и заканчивать выпуск на позитивной ноте. К сожалению, позитив сегодня будет родом из США. Американский Carbon Robotics изобрел робота для безупречной прополки полей. Беспилотный лазер-видер может круглосуточно курсировать по полю, сканируя поверхность почвы и истребляя лазером сорную растительность. 12 камер с высоким разрешением и система компьютерного зрения позволяет машине безошибочно распознавать культурную и сорную растительность и выжигать неугодных обитателей поля. По данным Carbon Robotics, робот может уничтожать до 100 тысяч сорняков в час и обрабатывать 6-8 гектаров в сутки. Робот позволяет отказаться от гербицидов и получать экологически чистую продукцию. Удивляет только одно – лазерная эпиляция волос существует уже пару десятилетий, а вот лазерную прополку полей придумали только сейчас. Видимо, гладкие женские ножки волновали ученых гораздо больше, чем экология. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам свежих идей и отличного самочувствия. Увидимся в следующую субботу!